В этом выпуске «Лето близко» выбираем качественную модную обувь на межсезонье, а также расскажем, что делать, если вам нечем платить кредит. Весной и летом к выбору обуви стоит подходить особенно тщательно. Холодные дожди непременно будут сменять яркую солнечную погоду, и обувь должна выдержать испытания любых капризов природы. Сегодня я расскажу, как выбрать обувь не только в соответствии с модными веяниями, но и владивостокским климатом. Шаг 1. Выбираем специализированный магазин. Делать покупки лучше всего в специализированных обувных магазинах известных торговых марок. «Манера» не зря считается главным обувным торговым центром Приморской столицы. Здесь собраны лучшие бренды Европы и России. Паула Конте, Майкл Корс, Томми Хилфигер, Маскот, Джеокс и многие другие. Консультанты знают свой ассортимент и грамотно проконсультируют по всем вопросам. Шаг 2. Обращаем внимание на подошву. Оптимальным вариантом станет обувь на устойчивом каблуке, платформе или сплошной подошве. Широкий выбор подобных моделей вы увидите в Карлопазолине. Выбирайте обувь на достаточно мягкой, гибкой подошве. Согните туфли в руках. У качественной обуви подошва легко гнется, а верх ботинка не деформируется слишком сильно. На очень тонкой подошве нога почувствует каждый камешек. Шаг 3. Выбираем тип материала обуви. Несмотря на то, что при изготовлении обуви используется все больше альтернативных материалов, натуральная кожа считается самой оптимальной для демисезонной обуви. Она эластично, отлично сохраняет тепло, позволяет ноге дышать. Своим качеством славится и коника. При выборе обуви именно из натуральной кожи стоит обратить внимание на ряд параметров, благодаря которым промокаемость обуви будет меньше. Это толщина кожи и подошвы, высота бортика подошвы, герметичный способ крепления подошвы к верху обуви. Впрочем, инновационные технологии сделали искусственную кожу такой же эластичной и податливой, как натуральная, с хорошей воздухопроницаемостью и гигиеничностью. И цена подобной обуви будет ниже, чем такой же, как из натуральной кожи. Шаг 4. Обращаем внимание на стельки. Стелькам особое внимание. Внутренняя подкладка обуви выполняет несколько функций. Поддерживает свод стопы, обладает амортизирующим эффектом, обеспечивает гигиеничность, сохраняет тепло. Лучше всего с этими задачами справляются ортопедические стельки. Их рекомендуют не только в случае заболеваний стопы, но и для более комфортного ношения кроссовок, туфель, сапог. Ортопедические стельки для женской и мужской обуви в большом ассортименте представлены в магазине ЭКО. Верхний слой выполнен из натуральной кожи, замши, нижний представляет собой антибактериальное покрытие. Шаг 5. Выбираем модель. Несомненно, обувь должна быть не только качественной, но и модной. В торговом центре манера можно найти множество моделей, которые сделают ваши ножки визуально стройнее и длиннее. Шпильки, узкие носы, туфель, платформы – тут уж все зависит от вашего вкуса. На весну и лето лучше всего приобрести не одну, а несколько пар обуви. Удобную для повседневных прогулок, элегантную для выхода в свет и универсальную для работы. Конечно, все зависит от вашего образа жизни, но подобрать обувь для любого случая можно в соответствии с модными тенденциями. Потеря работы – событие неприятное, особенно если на вас висят кредитные обязательства. Взят взаймы, мы редко думаем о том, что с нами или нашими близкими случится что-то неприятное, и денег в семье станет значительно меньше. Но обстоятельства бывают разными. Сегодня я расскажу, что делать, если вам нечем платить кредит. Шаг 1. Подготовьте документы. Есть три легальных способа погашения долга. Первый – это реструктуризация, второй – рефинансирование и третий – банкротство. Первые два связаны с обращением в банк. Подготовьтесь, соберите документы, подтверждающие, что платить на данном этапе вы не сможете. Это может быть копия трудовой книжки с записью о потере работы, справка о смерти созаемщика или близкого родственника, который помогал оплачивать кредит, справка о состоянии вашего здоровья, если вы заболели, справка об инвалидности и другие документы. Шаг 2. Оцените свои возможности. Реструктуризация подходит тем, у кого просроченная задолженность небольшая. Банк предложит вам несколько способов выйти из ситуации. Кредитные каникулы. Заемщик платит только проценты по кредиту, а выплата по основному долгу переносится на определенный срок. Изменение схемы начисления процентов. Равные платежи меняются на ежемесячно уменьшающуюся сумму. Или наоборот. Уменьшение процентной ставки становится возможным при пролонгации кредитного договора. Новые условия по кредиту вступают в силу с момента подписания договора. Шаг 3. Сравните предложения банков. Второй вариант – заключить договор рефинансирования, то есть перекредитоваться в другом банке. Сравните предложения банков и выберите лучшее. Тогда вы сможете погасить и просроченную задолженность, и снизить процентную ставку. Просчитайте все плюсы и минусы. Процедура оформления кредита придется проходить заново. За оформление нового кредитного договора взыскивается комиссия банка. При оформлении договора банк постарается включить страховку. Выгода данного мероприятия может оказаться совсем незначительной. Шаг 4. Рассмотрите вариант банкротства. Этот вариант подходит тем, кто имеет долг не менее 500 тысяч рублей и просрочку минимум 90 дней. Первое – нужно решиться на финансовое банкротство. То есть, когда у вас телефон обрывается от коллекторов, когда есть исполнительные листы, когда у вас, что называется, земля горит от кредиторов. Они в дверь стучатся, просят вернуть деньги. И у вас есть еще какой-то шанс на то, чтобы выйти из этой ситуации. У вас есть имущество, условно говоря. У вас есть машина, у вас есть домик в деревне, у вас есть датчика, у вас есть что-то, что может погасить задолженность. То есть, имущество. Или у вас это положение исправится с течением времени. Или вы не можете удовлетворить все требования 5-6 кредиторов. Вы понимаете это, что требования 5-6 кредиторов вы не удовлетворите. Но имущество, которое у вас есть, или тот заработок, который предполагается в будущем, он все равно его не хватит. В этом случае надо идти на банкротство. Коротко, схема такова. Самостоятельно или же через юристов составить иск в арбитражный суд. Доказать в суде, что вы не способны рассчитаться с долгами. После того, как суд удовлетворит иск, он назначит вам саморегулируемую организацию с финансовым управляющим. Совместно с финансовым управляющим сделать опись и инвентаризацию имеющегося имущества и ваших активов. Рассчитаться с долгами с помощью финансового управляющего. Снова обратиться в суд, который объявит должника банкротом. Финансовый управляющий сделает публикации в газете «Коммерсанты» в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве о том, что в отношении должника введена процедура банкротства. После этого процедура банкротства будет завершена. Юридических тонкостей много. Процедура банкротства длится как минимум 9 месяцев и стоит не меньше 50-70 тысяч рублей. После этого долги с вас спишут. Правда, взять кредит вы не сможете еще как минимум 5 лет. Доводить до этого не стоит. Наверное, лучше всего как можно быстрее искать работу или другие легальные способы заработка. Ведь хорошая кредитная история – залог финансово стабильного будущего. Продолжение следует...